Величайший педиатр 20-го столетия, основатель кафедры педиатрии Роман По, академик Георгий Нестрович Спиранский, начиная цикл лекций, всегда вспоминал своих предшественников. Их портреты висели в его кабинете, напоминая, что опыт – это главная составляющая медицинской науки. Медицина 21 века развивается с невероятной скоростью. Но, как показала пандемия коронавируса, медицинская наука – это прежде всего опыт. Опыт диагностики и лечения маленьких пациентов. Цикл передач «Диалоги с профессором» является уникальной возможностью познакомиться с опытом ведущего педиатра страны. Заведующая кафедрой педиатрии имени академика Спиранского, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заслуженный врач России профессор Ирина Николаевна Захарова совместно со своими собеседниками разбирает интереснейшие случаи из своей обширной практики. Дорогие доктора, вы тоже можете вступить в диалог с профессором. Ирина Николаевна ждет ваши вопросы, ее ответы придут на вашу электронную почту. Итак, Ирина Николаевна начинает. Дорогие друзья, сегодня мы с доцентом Бережной Ириной Владимировны поговорим о дисфункциональных расстройствах бильярдного тракта или старый термин дискинезии, желчевыводящих путей. Поговорим о диагностических критериях. Ну вот, Ирина Владимировна, если вспомнить ситуацию 30-летней давности, то любые боли в животе чаще всего диагноз дисфункция или дискинезии желчевыводящих путей. Особенно если у ребенка рвота. Помните, были любимые желчегонные препараты. Смотришь, ждал, и через некоторое время прошло. Причем ставили этот диагноз абсолютно без всякого обследования, но только какая-то болезненность была. Ультразвука не было. Болезненность была с правой стороны под ребром. Тогда никто не делал гастроскопию. Да, то есть, ну, тем более, что через некоторое время появилась увлеченность зондированием. Потом эта увлеченность тоже ушла. Поэтому вот сегодня Ирина Владимировна проштудировала очень большой интересный материал на основании анкетирования. Причем, обратите внимание, анкетирование 411 врачей, который проведен был в 26 городах Российской Федерации. Сюда попали и детские гастроэнтерологи, несмотря на то, что специальности такой нет. Мы с Ириной Владимировной, обладателем сертификата, да, и первичная у нас есть преподготовка по гастроэнтерологии. И мы проводим первичную преподготовку. Вот как раз сейчас у нас заканчивается конкретный цикл. Мы выдаем документ гастроэнтеролога, но готовим детских гастроэнтерологов, потому что наши врачи лечат детей. А с другой стороны, когда готовят взрослого гастроэнтеролога на взрослых кафедрах, то эти врачи не знают раннего детства, да, с чем сталкивается именно педиатр. Поэтому мы детские гастроэнтерологи, имеющие сертификат гастроэнтеролога. Опрошены были педиатры и терапевты. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Ну, смотрите, самое интересное, какие вопросы здесь задавались. Первый вопрос, который был задан, какое количество пациентов с подозрением на заболевание желчного пузыря и протоков у вас было за прошедшие две недели. И все 400 врачей в общей сложности это получилось около 6 тысяч пациентов. А кому из них назначалась ультразвуковая диагностика желчегонным завтраком или эхохолецистография с холекинетиком, оказалось всего 16% от всех прибывших пациентов. И очень часто мы слышим то, что это исследование неправомочное, это исследование не несет никакой функциональной нагрузки, что, в общем, не совсем так, как очень часто доктора наши говорят. Так вот, вопрос, который задавался, кто рекомендует средства, которые необходимо принять в качестве желчегонного завтрака. Посмотрите, что ответили врачи практически все 50 на 50. Либо гастроэнтеролог, либо врач ультразвуковой диагностики. И вот что, посмотрите, по опросу получилось. Какое средство или продукт вы чаще всего рекомендуете в качестве желчегонного завтрака? Меня немножечко смутили варианты ответов. 65% сказали ничего. О каком тогда желчегонном завтраке может идти речь или вообще о функциональном исследовании желчного пузыря, если мы не назначаем желчегонный завтрак, то есть мы не видим сокращения желчного пузыря как такового. То есть, скорее всего, эти 65% вообще не проводят это исследование. 32%, то есть каждый третий врач сказал, что они назначают в качестве желчегонного завтрака либо хофитол, либо еда из дома. Причем, что удивительно, еда из дома – это все, что угодно. Это может быть йогурт, это может быть сметана, это может быть бутерброд с маслом и сыром, это может быть просто каша. То, что не является каким-то диагностически значимым, потому что не очень понятно, сколько там жира в каждой порции и как должен желчный пузырь на это количество жира сократиться. К сожалению, даже с тем же хофитолом, собственно, дозы никто не представил. Никто, оказывается, не знает, какую дозу надо назначить хофитола в виде желчегонного завтрака для того, чтобы получить скандартизованный ответ. 3% сказали, что шоколад, сметана, яйца и так далее. И, к сожалению, мы с вами знаем, что яйца на сегодняшний день в сыром виде, как мы назначали, допустим, 20 лет назад, мы сейчас давать не можем. Во-первых, страх все-таки инфекционных заболеваний. Второй момент – аллергии достаточно очень высокий процент, и на это ориентироваться достаточно сложно. Что касалось клинических рекомендаций. Почему мы первым представили опрос? Посмотрите, первая фраза в клинических рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике лечения дискинезии желчеводящих путей для взрослых. Коллеги, для детей таких стандартов нет. Цель публикации – познакомить практикующих врачей с рекомендациями по диагностике лечения дискинезии желчеводящих путей. Вот сегодня у нас с Ириной Николаевной та же цель – познакомить детских гастроэнтерологов именно с этим всем. Для того, чтобы четко было понимание проблем. Я вот буквально на днях столкнулась с выпиской, где абсолютно безапелляционно стоит диагноз без всяких оснований. То есть вот даже и не поймешь, почему он там стоит. Но тем не менее диагноз стоит из очень престижного лечебного учреждения. Что касается эпидемиологии, посмотрите, дискинезии желчеводящих путей, ну, примерно диагностируют 10-20% у пациентов взрослых, чаще женщинами. Функциональная патология бильярдного тракта – вот при целенаправленном сплошном обследовании населения, когда нет жалоб, просто вот рутинная диспансеризация – 4%. Это немало. Частота встречаемости патологии желчного путей и желчеводящих путей примерно 36-38, почти 40%. Из них хронический некалькулезный холецистит каждый четвертый пациент. Ну и в структуре заболевания путей взрослых частота первичной дисфункции около 10%, а у детей – 24%. То есть каждый четвертый пациент, ребенок, у которого есть подозрение на дисфункцию желчеводящих путей, собственно говоря, имеет ее на самом деле. Распространенность по публикациям зарубежных в европейских странах она приблизительно в этих же самых пределах – от 5% до 15%. Ирландия, Греция – 4-5%, Швеция – ну, может быть, кто-то был очень увлеченным или к нему скапливались такие пациенты – 39%. 70% – вот есть тоже публикации о том, что начинают проявляться в детском возрасте. Они же пишут, Перина Николаевна, что вот эти 39, из них 70 – это дети. Поэтому если мы посмотрим на публикации по желчнокаменной болезни, то у взрослых, действительно, чем старше человека, особенно имеющий ожирение, то частота 10-15%, у пожилых – 30%, но у детей 0,5-0,7%. Поэтому впервые как бы в римских критериях 99-го года появилось определение функциональных расстройств бильярдного тракта как комплекс клинических симптомов, которые развились в результате моторно-тонической дисфункции желчного пузыря, проток, сфинктеров без признаков органического происхождения, то есть нет ни воспалений, ни камнеобразований. Ну, я всегда на этот счет говорю о том, что если взять в основу все-таки возникновение дисфункции, то, конечно, воспаление на каком-то глубинном биохимическом уровне представит себе столько функционально, без воспаления иногда предстоит себе достаточно сложно, ну, в том числе и аллергическое. Поэтому до сих пор мы не всегда понятно, куда относиться к гастроэнтостинальной аллергии. Это и не органика, это и вроде бы не функционально. Поэтому римские критерии 4-е, в 16-м году, вы все уже, мы вас научили, о том, что на сегодняшний день есть оси, даже и взаимоотношения между кишкой и головным мозгом имеют большое значение, потому что понятно, что кишка, да, не только головной мозг влияет, но и кишка, и, соответственно, есть параллель между желудочным кишечным трактом и головным мозгом. Поэтому сегодня последнее определение, которое привело здесь Ирина Владимировна в свете римских критерий, правильнее говорится о дисфункции бильярдного тракта, это функциональные расстройства, которые проявляются комплексом клинических симптомов, которые развились в результате дискоординации деятельности центральной вегетативной нервной системы, моторно-тонической функции желчного пузыря, протоков, сфинктеров, нарушение тонуса, сфинктера, коди. Ну вот опять статья, которую привела Ирина Владимировна, она свежая, 2018 года, дискинезия, синоним дисфункции или функциональное расстройство, это заболевание функциональной природы, который обусловлен нарушением моторики вследствие приходящей функциональной обструкции или повышения венстеральной чувствительности. Поэтому, дорогие коллеги, обратите внимание, что понятие гипертонической дискинезии и гипотонической дискинезии не выделяют. Поэтому на этот счет существенно реже мы с вами делаем и, соответственно, желчегонные завтраки, да, как бы нам не хотелось. То есть для того, чтобы оценить, но иногда Ирина Владимировна имеет смысл посмотреть, насколько он опражняется, не отключен ли этот желчный пузырь, потому что когда мы видим, что он огромных размеров. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Коллеги, ну, возвращаясь к римским критериям 4, вот левый столбик – это те коды, которые нам рекомендует Европейская ассоциация и римские критерии 4. А справа, с красными цифрами, это то, что есть у нас в МКБ. И обратите внимание, на сегодняшний день функциональное расстройство желчного пузыря, мы пишем, что это дискинезия желчного пузыря. Функциональное бильярдное расстройство сфинктера ОДИ, у нас есть два кода – дистония сфинктера ОДИ и спазм сфинктера ОДИ. И функциональное панкреатическое расстройство сфинктера ОДИ у нас нет отдельного пункта. Это опять-таки будет дистония сфинктера ОДИ по коду. И можем еще ставить более локализованные верхние части живота. Это, как правило, хирургический код, который выделяет недиагностированный болевой синдром, что, к сожалению, у детей встречается достаточно часто. Но этот код мы можем поставить один раз ровно на момент первичного обращения. Дальше им пользоваться уже невозможно, потому что мы должны все-таки определиться с диагнозом. Когда мы обсуждаем с вами этиопатогенез, то мы всегда обсуждаем, что есть нарушение координации перистальтики на различных уровнях. То есть, по сути, есть где-то приходящая функциональная обструкция, по сути, спазм, или есть повышение вестеральной чувствительности. Поэтому обсуждается в генезе дискинезий приходящая функциональная обструкция в области шейки желчного пузыря. В результате объем недостаточный, изменяется динамика сокращения, ну и даже при небольшом увеличении давления в шейке могут у ребенка возникать болевые ощущения. Поэтому мы нередко видим нарушение опражнений желчного пузыря. И здесь всегда мы обсуждаем причины как первичные, так и вторичные. Среди первичных это патология гладкомушечных клеток желчного пузыря, снижение чувствительности к нейроку, моральным стимулам, дискоординация желчного пузыря и пузырного протока, а также увеличение сопротивления пузырного протока. Говоря о вторичных, мы с вами предусматриваем, что есть гормональные какие-то заболевания. Ну, у детей беременность, к счастью, редко, да. Послеоперационное состояние, к счастью, резекция желудка. Ну, я видела части желудка один раз в жизни, когда ребенок поздно поступил, и у него была перфорация желудка вследствие язвы, парень 17 лет. Наложение анастомоза, вагатомия сегодня ее практически не проводит. Системные заболевания могут быть, конечно. Диабет у детей, конечно, первый тип диабета, второй, к счастью, не так часто. Цирроз печени. Ну, в основном цирроз либо связан с пороками развития, либо плохо диагностированной цитомигаловирусной инфекции, либо наследственное заболевание. Целиакия, миотония, быстрая потеря массы, ну и также воспалительное заболевание стороны желчного пузыря или желчнокаменная болезнь. Пожалуйста, Рим Вадим. Возвращаясь к лимским критериям 4, абсолютно четко эти же критерии прописаны в наших российских рекомендациях. То есть мы ничем не отличаемся от всех мировых данных и от всех, в общем-то, наших экспертов сходятся во мнении с международными экспертными комиссиями. Критерии дисфункции желчного пузыря. Первое. Должно быть четко. Бильярдная боль. Отсутствие бильярдных камней и каких-либо структурных изменений. Поддерживающими критериями являются низкая фракция выброса желчного пузыря, менее 40%, но обратите внимание, при сцентиграфии. Нормальные уровни трансаминазбили, рубина, амилаза, липаза и так далее. Но вот что касается низкой фракции выброса желчного пузыря при сцентиграфии. На сегодняшний день проведения сцентиграфии достаточно затруднительные варианты обследования ребенка. В первую очередь за счет особенностей хранения вот этих регламентирующих документов хранения радиофармпрепаратов. Эти исследования делаются далеко не везде. Попасть туда – это действительно очень большая очередь. И стоит ли игра свеч? Мы можем точно так же проведение ультразвукового исследования с пробным завтраком. Вот то, о чем мы говорили в самом начале. И получить меньше 40% или больше 40%. И вопрос стоит не гипомоторной функции, а недостаточном первичном сокращении в первые 40 минут. Дальше он сократится, но это уже будет другая история. И мы говорим о том, что функция сохранена, но низкая фракция выброса желчного пузыря, она нам помогает поставить диагноз в этой ситуации. Следующий момент, который входит в римские критерии 4 – это критерии дисфункции сфинктера ОДИ. Они делятся на два. Бильярдная дисфункция панкреатическая. Вот если бильярдная дисфункция у нас, в Риме Николаевне, в общем-то, претензий особенных нет к этим критериям. Первое, что должно присутствовать. Бильярдная боль – обязательно все критерии. Повышение печеночных ферментов или расширение желчного протока, но не оба. И отсутствие камней в желчном пузыре, в желчном пузыре в протоках или других структурных аномалий. И поддерживающий критерий – это нормальная амилаза липаза, аномальная монометрия сфинктера ОДИ, гипотобилиарная сцентиграфия. Ну, что касается сцентиграфии, мы уже говорили, мы пользуемся только ультразвуковым исследованием. И при хорошем ультразвуке, хорошем аппарате мы можем, в общем-то, сказать очень много по данным и этого исследования, и тем более, если мы проводим какие-то диагностические, динамические тесты. Что касается монометрии сфинктера ОДИ, это действительно сложный процесс, потому что даже в самых крутых клиниках не везде при эндоскопии мы можем провести вот эту монометрию сфинктера ОДИ. Это очень затруднительная процедура. Что же касается критериев панкреатической дисфункции сфинктера ОДИ, меня они не удовлетворяют совсем. Что здесь пишут нам эксперты? Что должны присутствовать все критерии. Первый критерий – рецидивирующие эпизоды панкреатита, типичная боль с повышением амилаза или пазы, более трех норм и или визуализирующие доказательства острого панкреатита. Исключены другие причины панкреатита. Отрицательные результаты ультразвукового исследования, аномальная монометрия сфинктера ОДИ. Про монометрию мы уже говорили, а вот что касается первого пункта рецидивирующего эпизода панкреатита, с типичной болью, повышением амилаза или пазы и визуализация доказательства острого панкреатита, коллеги, я поставлю диагноз острого панкреатита. Вот никак по-другому, потому что острый панкреатит – более тяжелое заболевание. А что касается причин панкреатита, то примерно четверть детей вообще идут как иудиопатический панкреатит без всякой причины, поэтому… Ну а лекарственные, Ирина Владимировна? То есть понятно, что дисфункция – это поспособствовало, но ведь главное, что это влияние либо инфекции, либо лекарств. Поэтому, конечно, мы понимаем, что хочется, чтобы звучал диагноз панкреатит, да, а не дисфункция сфинктера ОДИ по панкреатическому типу. Ну, как одна из. Ирина Николаевна, возвращаясь к рекомендациям по критериям диагностики острого панкреатита у детей. Из трех признаков должно присутствовать два. Визуализация изменений поджелудочной железы, она здесь есть. Повышение ферментов липазы или амилазы в более трех норм. И острая боль в животе. И что? И получается, понимаете, для докторов в поликлинике или в стационаре очень сложный вопрос диагностики. И, естественно, я как специалист поставлю более тяжелый диагноз, потому что для ребенка это более существенно, и, соответственно, я должна понимать, чем его лечить. И особенно, что я не могу провести монометрию аномальную или не на аномальную сфинктера ОДИ. Фактически не могу. Поэтому для меня вопрос очень здесь остается открытый, и я не могу согласиться с этими критериями просто. Уважаемые коллеги, но в отделении, где работала Ирина Владимировна, гастроэнтерологическое отделение нашей больницы, было выполнено диссертационное исследование Шишкина Светланы Вячеславовны. Как раз оно было посвящено дисфункциональным расстройствам билярного тракта. И вот здесь были больные, которые лечили не только Светланы Вячеславовны, но и Ирину Владимировну. Бессловно, они были хорошо обследованы. 88% имели, то есть брали те, которые имели абдоминальную боль с правой стороны в большинстве случаев, где так или иначе могло быть дисфункциональное расстройство билярного тракта. Брали больных, у которых есть запор, но в качестве вот составляющие, потому что дисфункциональное расстройство билярного тракта часто сопровождается дефицитом желчи. Это как фактор риска развития запоров. Ну вот обследовав этих детей, у которых была абдоминальная боль в сочетании с запором, хронический гастроэнтер да и нет, 88%. Поставлен был диагноз дисфункциональная дисфункция билярного тракта только 51, хронические запоры 39, метеоризм у каждого четвертого, эрозия в 12-перстной кишке, ну совсем 6%, лемблиоз как сопутствующая патология кишки у 4, ну и гастроэзофагальная рефлюксная болезнь всего 3%. Ну вот обследовав детей у тех, у кого были обнаружены симптомы билярной дисфункции, то все-таки боли в животе у 95%. Они были и тупые, и с обострениями, чаще всего после еды, тошноту и рвоты сопровождались у половины, горечь во рту была у части детей, у 5% было увеличение печени, болезненность при пальпации была у части детей, ну и боли, вы видите, локализация в эпигастрии и в околопопочной области у 20%. Пузырные симптомы половина, нарушение процессов переваривания и всасывания у части детей, в основном по данным капрологического исследования, ну то есть вторичные, и Сибр, клиника Сибра была у части детей, которая проявлялась вздутием живота, и у 30% детей были нарушения моторной функции. Посмотрите, из всех детей, у которых есть билярная дисфункция, собственно, активные симптомы, которые мы всегда воспринимаем, да, как данность. Тошнота, рвота, пузырные симптомы, тупые боли после еды, а только половина, да, а половина остается до какого-то момента вообще без диагноза, то есть у них есть что-то, и на что-то не обращается внимания. Ну вот этой девочке ей 11 лет, жалобы у нее на тошноту, приступообразные боли в животе последние 5-6 месяцев, боль после приема пищи через 20-40 минут, утром ощущение горечи во рту, ощущение жжения языка. И обратите внимание на язык, мы видим по краю гипертрофию сосочков с отеком этих сосочков, раздражением, так называемый лысый кончик языка, который действительно может давать вот такие неадекватные ощущения жжения языка. При осмотре прохладность кистей и стоп, выражен мрамор на весу на коже, вот такой вот географический язык, чуть подвздутый живот, положительные пузырные симптомы Кера, Захарина, образцового Мерфи, Березговского или Кера. Отмечается радиация боли в спину, правую руку, боль стойкая, тянущая и тошнота. То есть, собственно говоря, нам практически все здесь говорит о том, что у нас есть проблемы с желчевыводящими путями или с бильярдным трактом, и мы должны все-таки там что-то поискать с вами. Возвращаясь к диагностическим критериям бильярдной боли, по римским критериям 4, мы видим, что как мы их должны интерпретировать, бильярдная ли это боли или какая-то другая. Длительность более 30 минут, стойкая, которая повторяется с разными интервалами, не ежедневно. Она может нарушать дневную активность или требует обращения за медицинской помощью. Нет значительной связи с моторикой кишечника, нет облегчения положения тела или подавления кислотности. Поддерживающий критерий может быть ассоциация с тошнотой, рвотой и радиация в спину, в правую подлопаточную область и даже пробуждение ото сна. Посмотрите, что есть у нашего ребенка. Симптомы Кера, симптом Захарина положительный, симптом образцов Мерфи, симптом Ортнера Грекова положительный, Березговского или Кера положительный. По ультразвуковому исследованию печень не изменена, желчный пузырь обычной формы, густое содержимое в просвете без признаков воспаления. Вот здесь вот, если вы посмотрите ближе к шейке, мы тут видим такую вот муть. Это не совсем такая мутная взвесь в желчном пузыре. По биохимическому анализу крови у нас нет данных за повышение трансаминаз, у нас нет данных даже за повышение уровня ЦРБ. Это верхняя граница нормы, 5 мг на децилитр. Липаза в пределах нормы. В клиническом анализе крови без особенностей мы видим возрастную формулу и нет изменений воспалительного характера. Другие данные обследования. По ЭГДС, рефлюксозафагит, есть ритм синусовый по ЭКГ, вертикальная электрическая ось сердца, нет никаких изменений. И вы меня можете спросить, зачем мы делали ЭКГ. К сожалению, у части детей патология сердечного ритма может протекать и с орвотой, и со слабостью, и с тошнотой, болью за грудиной. Поэтому ЭКГ в этих ситуациях таким деткам абсолютно обосновано. Ультразвуковое исследование желчного пузыря с желчегонным завтраком. Каким мы с Ириной Николаевной чуть позже к этому вернемся, но вот пока просто констатация факта. И посмотрите, через 15 минут после желчегонного завтрака желчный пузырь увеличивается на треть. Далее через 40 минут сокращение менее чем на 25% первоначального объема через час 45. И возвращаясь к римским критериям, мы видим, что собственно говоря, нам не нужна сцентеграфия. Мы прекрасно можем с вами посмотреть сократительную функцию по ультразвуковому исследованию. И это менее инвазивно, менее затратно и менее долго. По капрологическому исследованию есть татаре второго типа два креста, мышечные волокна, слизь в небольшом количестве и небольшое количество йодофильной флоры. Если мы с вами вернемся к критериям дисфункции желчного пузыря, то что мы имеем? Билярную боль имеем, отсутствие билярных камней, уменьшение фракции выброса желчного пузыря менее 40%, нормальные биохимические показатели. В итоге мы с вами можем говорить о том, что есть дисфункция желчного пузыря. Вот насколько просто, когда ты их знаешь, ставится простой достаточно диагноз. То есть не надо ничего выдумывать, все достаточно просто и, в общем-то, все укладывается в те критерии, которые подходят, которые хорошо действительно качественно сделаны, в отличие от сфинктера ОДИ по панкреатическому типу. Тут все, в общем-то, вполне ложится. Уважаемые коллеги, говоря о лабораторных исследованиях, то понятно, что там, где нет холецистита, там нет лейкоцитоза. И, конечно, лейкоцитоз будет коррелировать с тяжестью холецистита. Поэтому, если ребенок приходит, и у него есть температура и боли справа, конечно, нужно срочно сделать клинический анализ крови, можно его направить. Ну, мы не обсуждаем ситуацию с ковидом, да, ситуацию, а в обычное приемное отделение, поскольку это может быть и острый больной, где ему обязательно сделают УЗИ, и посмотрит хирург, сделают клинический анализ крови на предмет острого холецистита. В КОПРОГРАММЕ. При холепатии в КОПРОГРАММЕ могут быть капельки нейтрального жира, может быть, умеренное количество жирных кислот, каловые массы могут иметь такой блестящий цвет, может быть, тенденция к запорам. Ну, а при биохимическом анализе крови, с одной стороны, может быть нормальный холестерин, нормальный уровень трансаминаза, а при обострении может быть умеренное признаки холестаза, да, то есть увеличение щелочной фсфатазы, увеличение АЛТ, небольшое увеличение билирубина. Ну, и может быть повышена гамма-глютамил-трансфептидаза, как и такой красивый маркер холестаза. Ну, как правило, если нет серьезного поражения печени, то на уровне белка и белковых фракций это никак не отразится, но амилаза и липаза, они повышаются тогда, когда все-таки есть задействована поджелудочная железа. Ну, и, конечно, если мы с вами определяем, есть признаки дисхолии, то в идеале проводить холат холестериновое определение, холат холестеринового индекса, то есть соотношение между содержанием в крови желчных кислот и холестерином. На сегодняшний день, конечно, надо стремиться к малоинвазивным методам диагностики, поскольку инвазивные, они грозят тяжелыми осложнениями вплоть до иногда летальных. Вот этот вот 1-2%, да, когда пишут осложнения, то когда ребенок, мы с вами не должны просто так это позволять. Поэтому, безусловно, стандартное обследование, это ультразвуковое на хорошей аппаратуре с хорошим ультразвуковистом, узи печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, поэтому, по сути, это используется как скрининг, да, оценивается размеры органов, структура паноехимы, наличие или отсутствие конкрементов, опухолей, да, и иногда проводится ультразвуковое исследование после приема холикинетики, то есть так называемая динамическая холиграфия. Поэтому оценка функции желчного пузыря в период заполнения желчных ходов, ну и при правильном проведении это дает, в общем-то, более точный диагноз, ну, пишет до 90%. Пожалуйста, Рина Владимировна. Если дать Михаилу Ивановичу, нашему Пыкову, у него вообще будет 98%, он влюблен в ультразвук и, ну, совершенно виртуозно этим владеет. Ну, что касается дополнительных исследований, фракционное хроматографическое додональное зондирование с микроскопическим биохимическим исследованием желчи на сегодняшний день не проводится практически нигде, однако есть регионы в нашей стране, которые очень любят это исследование. В основном это регионы Сибири, где очень много эпистархозов, поэтому они очень этим озабочены, поставить диагноз и лечение там действительно очень тяжелое, поэтому они очень этим озабочены, у них в очень многих лечебных учреждениях, как государственных, так и коммерческих, это исследование проводится. Ирина Владимировна, вот у меня было три беременности подряд, и каждый раз плод и ребёночек находился во второй позиции. Это привело к тому, что у меня был застой желчи, третий, когда я рожала своего младшего сына, в день, можно сказать, родов, за день до родов сестра приехала, ну, помните, тогда был дефицит, и она привезла лимон. Ну уж мне так хотелось лимон, и съела-то я его, ну, может быть, с чаем там половину этого лимона до обеда вот я пила этот чай. В обед у меня заболел правый бок, то есть у меня была сороковая неделя беременности, и я помнила о том, что может быть эклампсия, да, и я не знала, куда ехать. Мне на этот, естественно, я переживала как врач, на этот предмет у меня, естественно, поднялось давление, и в семь вечера я сдалась, ну, куда ехать, то ли в роддом, то ли ехать в хирургии, да, а в роддоме хирургии нет. И в семь вечера я сдалась, потому что боль у меня была страшная. Самое интересное, что у меня появился кожный зуд. Я себе, как врач, уже наставила желтую атрофию печени, которая бывает у беременных, и отправилась, сдалась в роддом. В роддоме, померив мое давление, занавесили окна и сказали, что у нее эклампсия. Но поскольку у меня был болевой синдром с правой стороны, мне ввели плотифилин. Я вот до сих пор помню это чудодейственное лекарство, которое оказало свою положительную роль, как говорится, на кончике иглы. Мне его ввели в вену, у меня перестало болеть. Но самое интересное, что у меня пошла темно-коричневый цветом мочи. Утром у меня намерили диастазу мочи, ну просто какие-то там тысячные. Мне поставили острый панкреатит. Но самое интересное, что после вот этих родов у меня, ну все как бы прошло, не эклампсии. К счастью, я родила к вечеру за 20 минут своего сына в 17, в 18-40 я его родила. Пошла нормальная моча. То есть в данном случае у меня, конечно, был выраженный холестаз, то есть там была колоссальная дисхолия. Ну и дальше у меня появились приступы через некоторое время, которые снимались, появлялись эти приступы болей в правом подреберье для того, чтобы мне становилось легче. Либо я вызывала скорую помощь, потому что облегчало состояние колено-локтевое положение. То есть живот отвисал, да, и, видимо, у меня отток желчи улучшил. Я поехала в свой родной город, где училась, там моя подруга работала в поликлинике, и она мне сделала дооденальное зондирование. После этого зондирования я излечилась, ну, наверное, на 30 лет, да, потому что в течение 30 лет не было больше беременности, не было больше ничего, но потом, конечно, вырос камень, потому что желчный, ну, есть как бы лишний вес и желчно-каменная болезнь по всем линиям семьи. Поэтому, но тем не менее, то, что мне дооденальное зондирование освободило желчный пузырь, и в течение 30 лет я была, в принципе, здорова. То есть у меня абсолютно все вышло. Поэтому вопрос, кто-то любит, кто-то нет, ну, муторно его делать. А тот, кто любит, получает ведь эффект. Вот я-то ведь на 30 лет освободилась эта проблема. Считала, что у меня никаких проблем нет со стороны желчного кишечного тракта. Это же большой период. Это очень большой период. Но тогда не было ни литр звука, ничего, да. Поэтому 30 лет у меня не было ничего. Николаевна, чуть ниже я покажу новое исследование, которое я нашла буквально ночью. Но они совсем свежие, последние, но действительно тоже очень интересно по поводу зондирования и состояния желчи. Но чуть ниже, потом мы об этом поговорим. На самом деле в нашем регионе почти не пользуются этим методом. А вот Красноярск, Омск, Новосибирск, где очень сильно распространен эстархоз, у них там есть сыроедение, они очень любят строганину, рыбу, и у них эстархоз очень распространенное заболевание. Поэтому для того, чтобы провести диагностику эстархоза и начать тяжелое такое лечение, они довольно часто этим пользуются. И это, ну, к сожалению, я не нашла никаких статистических данных, почему-то они не публикуют, но действительно это сильно распространено и, наверное, имеет под собой хороший положительный эффект. На самом деле, но вот статистических данных, к сожалению, не нашла. Сентиграфия желчного пузыря и желчевыводящих путей, ну, мы с вами уже говорили, проводится точно так же, как ультразвуковое исследование. Специальный радиозатопный препарат вводится в вену, и, собственно говоря, накапливаясь вот в этих путях, мы можем проводить исследования. В своей юности, я помню, в военном госпитале мы применяли специальный препарат, не вспомню уже, как он называется, который давали вечером, да, утром собирали мочу и по количеству этого радиофармпрепарата, извините, не радио, по количеству этого препарата в моче определяли функцию желчного пузыря и желчных кодов. Такой вариант тоже был, но сейчас вот тоже, как бы, я не вижу. Наверное, не имел высокой достоверности, сказать очень сложно. Но стентиграфия – это непростой метод исследования, и совершенно непросто он проводится. Следующий момент, о том, о чем говорила только что Ирина Николаевна, через кожный, через печеночный холангио пангреатография с помощью иглыхиба – очень сложное исследование, несущее под собой массу неприятностей. И, соответственно, мы понимаем, что это достаточно имеет массу осложнений. Проводится по строжайшим показаниям, как правило, перед операцией и только в возможности реанимации. То есть это очень имеет под собой тяжелое осложнение. Эндоскопическая ретроградная холангио пангреатография с монометрией сфинктеродия. Коллеги, на самом деле, позволяет выявить не только холидохолитиаз, структуру сфинктеродия, первичность склерозирующих холангит. Исследование имеет множество противопоказаний, тоже имеет массу осложнений. Почему? Потому что эндоскопическая ретроградная холангио пангреатография подразумевает под собой введение контрастного вещества конкретно через эндоскопическое исследование конкретно желчные ходы и версунговый проток. И, к сожалению, может привести к воспалению аллергическим тяжелым реакциям, и часть пациентов могут даже погибнуть. Поэтому на сегодняшний день проводится только у взрослых. У детей проводится категорически редко. Как правило, взрослые хирурги говорят тоже перед хирургическим вмешательством. Не проводится это просто так. Вот посмотрите, какие данные осложнения при проведении эндоскопической ретроградной холецистопангреатографии. 2-3% осложнений, а 0,1-0,2 из них летальных исходов. То есть на сегодняшний день, возвращаясь к тому, что говорила Ирина Николаевна, мы такие исследования детям не проводим. Компьютерное исследование, компьютерная томография может использоваться для диагностики опухоли желчного пузыря, метастазов. Диагностика камней на ультразвуке видна гораздо лучше, чем при даже других каких-то исследованиях. Но если нам нужно посмотреть на предмет каких-то особенностей развития, если спиральная компьютерная томография может нам дать какую-то картину анатомии в 3D, можем пользоваться. Однако эффективность и значимость этого метода гораздо меньше, чем МРТ-холангиопанкреатография, потому что наименее инвазивный, наиболее информативный метод исследования. Не нужно контрастное вещество, прекрасно видны все панкреатические и билярные ходы, абсолютно видны все протоки. Камни видны хуже, потому что в основном здесь мы смотрим магнитное отражение тех микрометаллов, которые есть во всех жидкостях организма, поэтому, собственно говоря, камни металла практически не имеют, и мы их там видим гораздо хуже. Но иногда это видно. Но обратите внимание, что у детей исследования проводятся под наркозом, и надо помнить самую простую вещь, что, к сожалению, если мы проводим исследование под наркозом, то ребенок не дышит с той частотой, с которой нужно для этого исследования. То есть здесь нужна задержка дыхания. Когда мы даем наркоз, дыхание чуть быстрее, и поэтому взрослые специалисты иногда не хотят брать детишек под наркоз для проведения этого исследования. Добиваться от них этого надо, никаких противопоказаний нет, и все на самом деле читабельно. У нас в больнице невероятный уровень специалистов, уже они всему научились давно, и мы, если есть необходимость, проводим даже совсем маленьким деткам, и это очень хорошо видно. Наркоз почему? Ребенок не должен шевелиться совсем, он должен лежать ровненько. Даже семилетнего ребенка вы не заставите не пошевелиться ни один раз, он все равно повернет голову к маме, он все равно что-то скажет, как-то двинется, и тогда картинка у нас не получится, поэтому проводится под наркозом. Если говорить о клинических рекомендациях, то инструментальная диагностика, то, о чем мы говорили, УЗИ стоит на первом месте в этой вине. Стандартная гастроскопия с осмотром 12-перстной кишки и области большого сосочка 12-перстной кишки, МРТ-холангия панкреатографии или эндоскопическую УЗИ панкреобиолярной зоны или билиосцентография с технецием, но на сегодня, мы уже говорили, это более сложное исследование. Неинвазивный характер исследований на первом этапе целесообразнее проводить МРТ-холангия панкреатографию. Но и к специальным уточняющим исследованиям можно проводить УЗИ-холецистографию в качестве дополнительных исследований, любые другие исследования, которые могут быть применены. Но так как мы говорим с вами все-таки о детских рекомендациях, о том, что нам гораздо предпочтительнее сделать в педиатрической практике, в честь исследований мы можем перенести на детей. Тот же звук, стандартная гастроскопия с осмотром всего, МРТ-холангия панкреатография. Это все совершенно несложно сделать в педиатрической практике. И нам это дает 99% собственной информации и диагностики. На сегодняшний день ультразвуковое исследование остается самым доступным и самым простым. И, конечно, на сегодняшний день. Но вот эти все старые данные, на самом деле, они ведь основаны на измерениях уже постнатальных, поэтому сегодня на самом деле ультразвуковисты наши все оставили вот эти размеры по возрасту объема желчного пузыря. Поэтому вы видите картинки, которые представлены любезно нашим дорогим и любимым профессором Быковым Михаилом Ивановичем, который является самым таким важной фигурой в ультразвуковой диагностике, автор всех книг по детской ультразвуковой диагностике. Ну и, конечно, та мощная ультразвуковая служба, которая есть при нашей больнице Башляева, это его воспитанники. Поэтому мы здесь видим разные красивые картинки, посмотрите, перегиб, вот верхняя картинка изогнута с двумя перегибами, нижняя картинка тоже с несколько перегибов, ну и конкремент, вот такой красивый с настоящей звуковой дорожкой, такой шероховатый, кальцинированный, явно он не пигментный, да, а тот камень, который в конечном итоге можно немножко попробовать растворить, но в конечном итоге, учитывая его размеры, возможно, встанет вопрос о проведении, соответственно, оперативного вмешательства. Ну, безсловно, уважаемые коллеги, вот эти динамические ультразвуковые исследования, они должны быть, проводиться так, чтобы это по максимуму соответствовало стандартам физиологии желудочно-кишечного тракта. То есть, в принципе, исследование должно быть физиологичным, мы понимаем, что оно не должно быть инвазивным, чтобы не нанести вред ребенку. Исследование проводится натощак, дальше обязательно должен быть желчегонный завтрак. Поэтому объем желчегонного завтрака должен быть не превышать объема одного-двух глотков. Ну и, безсловно, проводится оценка сокращения желчного пузыря с учетом состояния желудка, 12-перстной кишки. Ну и, конечно, очень важно оценивать количество выделяемой желчи на пищевой раздражитель. Ну и противопоказания к проведению существуют. Это прежде всего тогда, когда мы назначаем препарат холекинетик, то противопоказанием являются камни в желчном пузыре, которые могут, поскольку препараты желчегонные, обладающие холекинетическим действием, они могут поспособствовать выраженному сокращению желчного пузыря, что приведет как бы условно в колачивание камня, соответственно, в протоке. Ну вот картинка верхняя. Здесь изображена картинка у 13-летнего ребеночка. Проведено продольное сканирование желчного пузыря, специальное из-под правого подреберья. При этом ни форма, ни стенки органа не изменены. Но, тем не менее, в просвете есть мелкие эхогенные включения, которые автор назвал признаком дисхолии грязной желчи. Но на самом деле синдром грязной желчи, опять картинки, которые представил Михаил Иванович, это то, что мы с вами очень часто называем либо сладж, когда мы есть, либо когда это не лежит сладжем, потому что сладж, он более такой вот имеет форму. Да, вот это возвесие, они очень часто пишут, синдром грязной желчи, это синдром загустевшей такой желчи с нарушением, по-видимому, опорожнения желчного пузыря. Но если не проводится исследование, то есть мы не можем посмотреть, как он на самом деле сокращается. А вот этот нижний отдел, посмотрите, какая разница в стенках. Вот здесь такие стенки желчного пузыря, особенно ближе к устью, на фоне гепатита. Толстые. Прям вообще, да, вот. Ну и сама печень, то есть посмотрите, какая зернистая. То есть если верхняя картинка, то печень такая красивая, а здесь явно, что есть инфекционный гепатит, но это соответствует ребенку. Форма, хотя и правильная, но стенки такие толстые, отечные. И выражен даже отек, особенно сверху. Посмотрите, да, то есть пара пузырной клетчатки. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Ну вот это тот камень, о котором говорил Ирина Николаевна. Ну что интересно, посмотрите, камень нам описывает до 11 миллиметров, комплимент с неровной бугристой поверхностью, слоистые стенки, здесь очень хорошо прослеживаются прям вот слои, особенно в том месте, где камень прилегает желчного пузыря. Но что интересно, этот ребенок потом, когда его полечили, оказалось, что это не один камень, это много мелких камней, просто они были вот так склеены в один конгломерат, а потом, когда его полечили, они рассыпались. Мелкие до 5 миллиметров, то есть их было много. Ну в любом варианте литогенность желчи – это один из таких серьезных моментов, и, конечно, это требует лечения. А вот нижняя картинка очень интересная – это гиперпластический холестереноз. Желчный пузырь деформирован в просвете, посмотрите, множественные перегородки, и при пробе с желчеконным завтраком они не сокращаются, эти желчные пузыри. И, по сути дела… То есть это порог развития. Да, это то, что будет требовать в итоге оперативного вмешательства, потому что именно они являются часто причиной развития онкологических заболеваний в более старшем возрасте. Вот этот ребенок был у нас Ирина Николаевна, она его хорошо помнит. Этой девочке ей было 12 лет. Девочка с избыточным питанием, ведет малоподвижный образ жизни. В питании используется очень много хлебопулочных изделий. Она ей очень нравится домохозяйство. Она сама печет в 12 лет. Сдобные сладкие продукты постоянно. Обратились они с жалобами на тошноту, чувство дискомфорта в эпигастре в правом подреберье, склонной с запором. Но что интересно, при всех вот этих вот жалобах, таких вот хронических, не очень ярких, в течение последнего года три приступа острых болей в животе в правом подреберье, которые сопровождаются многократной рвотой без лихорадки и которые четко совпали с нарушением диеты физической нагрузкой. То в школе она побегала, то был какой-то праздник. И боль купировалась либо принятием ножка в течение одних трех суток. И по ультразвуковому исследованию полтора года назад, вот до вот этих приступов, патологии вроде бы как не выявлялось. Но возможно здесь особенности все-таки осмотра желчного пузыря. Соответственно, у нас возникает вопрос, какой предположительный диагноз мы можем поставить этому ребенку. Возвращаясь все-таки к диагностическим критериям бильярдной боли, паре 4, о которых мы уже говорили, посмотрите, она соответствует практически всем пунктам. У нее есть еще и доподдерживающие критерии с ассоциацией с тошнотой рвоты, радиацией в спину, пробуждение от осна. И, собственно говоря, все критерии основные тоже. То есть мы понимаем, что у нее есть бильярдная боль, которая связана с какой-то патологией бильярдной системы. Чаще всего вот такая желчная колика у детей возникает не так часто, потому что желчные колики у взрослых в 50 случаях функциональные, в детском и юношеском возрасте больше всего они в 90% функциональные. То есть возникают при отсутствии механического препятствия. И чуть ниже я вам покажу последнее исследование у подростков, очень интересное, по поводу вот этих приступов. Так вот смотрите, примерно по статистике у 10% детей выявляется желчнокаменная болезнь при проведении обследования на фоне первого приступа. Ну, по разным литературным данным, примерно 75 всех камней образуются у людей все-таки старше 40 лет. У детей желчные камни большая редкость. Но когда мы говорим о камнях холестериновых, действительно, чисто холестериновых, у детей это редкость. А вот смешанные камни, либо камни, которые имеют кристаллическую структуру, вот тут гораздо больше. И в основном здесь холилитиаз связан все-таки с применением лекарственных препаратов. Ну вот ультразвуковое исследование абсолютно нормального желчного пузыря. И мы видим, как он расположен. Он расположен вверх. Соответственно, здесь немножечко просто картинка перевернута. Вот, должно быть, в эту сторону смотреть. Но в зависимости от того, какой аппарат. Полость желчного пузыря, стенка желчного пузыря и желчный проток и ткань печени. Здесь все, в общем-то, достаточно хорошо видно и красиво. А теперь посмотрите, что было у нашей девочки. Мы видим печень. Желчный пузырь у нее увеличен. Овальной формы с небольшим изгибом в теле. Но при всем просвете два плавающих конкремента по 5 мм, стенки утолщены. И вот конкремент, который стоит в устье. Вот он и дает боли. Он и дает боль. И самое интересное, посмотрите, сладше. Потому что сокращается очень плохо. И вот что интересно. Выявляется еще и холонгит с умеренным расширением протоковой системы, с вентильным камнем в устье. Желтушного синдрома не отмечено. Самочувствие ребенка удовлетворительное артериальное давление в норме. По данным биохимического анализа крови, повышение общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, высокий индекс атерогенности. Остальные показатели в норме. И по гастроскопии выявляется эрозимный доаденид. То есть то же самое высокое давление в 12-перстной кишке еще больше ухудшает вот эту всю ситуацию с оттоком желчи, не считая того, что у нее вот такой еще вентильный камень. Ей, естественно, сделали мертехолангиопанкреатографию, где действительно увидели увеличение желчного пузыря с перегибом. Конкремент в устье диаметром от 4 до 7 мм. То есть вот он узкий такой вентильный камень, который постоянно двигается. Поэтому, собственно, и как бы приступы-то проходили. Дали спазмолитик, отек уменьшился, камень развернулся, вроде бы как все было бы ничего. Ну и коварный вопрос. Какой желчегонный давтрак применить для динамической холиграфии, для того, чтобы посмотреть функцию желчного пузыря? Ну, соответственно, конкременты являются абсолютным противопоказанием, поэтому мы не проводим. Ирина Николаевна об этом уже сказала, но это такой вот коварный вопрос для докторов наших. Ну и опять-таки, критерия дисфункции желчного пузыря, низкая фракция выброса менее 40%, мы понимаем, что мы здесь не можем с вами поставить ей какой-либо диагноз с динамической холиграфией, но просто ультразвуковое исследование, естественно, сделать можно. Ребенок у нас перенес холецистоптомию, но расширение общего желчного протока у нее сохранялось еще несколько лет. Желчегонные завтраки. Коллеги, ну исторически вы видите и желтки, и хлеб с маслом, и шоколад, и минеральная вода, и капустный сок, и магний, да, то есть разные пробовали желчегонные завтраки. Ну, мы уже говорили о том, что количество разное, и на это количество может быть абсолютно разный выброс желчи. Поэтому одна из диссертационных работ, которая была защищена под руководством Михаила Ивановича Пыкова и моим, это была работа Фрида из Адуст, которая как раз попробовала несколько разных завтраков. И она использовала традиционные желтки, она использовала минеральную воду магниевую, тогда только появилась вода Донат Магний, и она использовала препарат Хофито, который является мощнейшим холикинетиком в объеме для детей до 12 лет в объеме 3 мл и в объеме для детей старше 12 лет 5 мл. То есть вот как бы и на основании этой проведенной работы был получен патент на изобретение. Были изданы методические рекомендации как раз по применению различных желчегонных завтраков. Поэтому с помощью математиков рассчитывалась формула объема желчного пузыря. Использовались чисто физические такие уравнения, как бернули, объемный расход жидкости рассчитывалось и так далее. И вот как бы вы видите, вот так сокращался желчный пузырь при использовании желтков. Три желчегонных завтрака, два сырых желтка, хофитол, то, что я вам рассказала, 3 мл до 12 лет, 5 мл после 12 лет и вода донатмагни 5 мл на килограмм массы. Ну и мы видим с вами, что практически самое неадекватное сокращение было на применении донатмагни, которое приводило к резкому сокращению желчного пузыря. А вот что касается результатов по хофитолу, оно было полностью совпадало с применением желтков. Ну то есть старые добрые желтки, но о которых мы говорили, они небезопасны, потому что вы знаете, что жиры, сырые желтки, мама принесла их из дома, они известны какие-то куры, да, и куры чаще всего они теплокровные, поэтому они болеют сальмонеллезом. Ну и кроме того, желтки, о чем говорил Ирина Владимировна, бывают крупные, желтки бывают мелкие, поэтому бывают неадекватные. Поэтому вот мы видим, что абсолютно полностью идентичность была при использовании желтков и хофитола, а донатмагния создавала вот такое резкое сокращение желчного пузыря. Поэтому было получено патентное изобретение, и в принципе препарат хофитол всем желающим мы можем выслать эту методичку, она у нас есть в ПДФ, поэтому кто закажет, пожалуйста, вышлем. И в принципе вы можете действительно, есть патентное изобретение использовать эти рекомендации, поскольку все это давно доказано, и ультразвуковисты, которые читают современную литературу, имеют книги по ультразвуковой диагностике, все туда в эти книги вошли. Поэтому на сегодняшний день применение в качестве холикинетики концентрированного раствора листьев артишоков способно заменить старый добрый завтрак с желтками и позволяет проводить уже стандартизированное ультразвуковое исследование у всех детей практически любого возраста. Но экстракт свежих листьев артишока, который входит в состав препарата хофитола, имеет практически вот этот активный желчегонный эффект за счет входящих в его состав ценарина и фенолокислот. Поэтому вот дозировка 3 мл до 12 лет и 5 мл старше 12-летнего возраста. Таким образом, уважаемые коллеги, когда мы обсуждаем с вами проблему лечения дисфункциональных расстройств бильярдного тракта, всегда обсуждается возможность режимных моментов, рациональная диета терапии. Но вот в данном случае ведь такая грубейшая ошибка, когда детей с дисфункциональным расстройством бильярдного тракта сажают на диету без жира. И, кстати, когда вот со мной это случилось, то есть у меня появились боли с правой стороны, то во всех-то книжках старых было написано, что диета маложирная. И только потом я поняла, что для хорошего оттока, ну, это Ирина Владимировна была 40 лет назад. Поэтому, да, поэтому я поняла, что самое главное, что в каждую еду у меня должно быть небольшое количество жира. Поэтому мы сегодня говорим пациентам, чтобы вот утром даете ребенку хлеб с маслом, то есть намазать и лишнее масло снять. То есть символически, но жир должен быть в каждую еду, потому что отток желчи равномерный именно у нас случается на жир. Ну, безусловно, я говорила о том, что сегодня этих больных меньше, наверное, потому что мы рано им делаем гастроскопию, ликвидируем первую причину, лечим. И у них, да, гораздо позднее сегодня с помощью электросвука это все диагностироваться, поэтому проблем запущенных стало меньше. Ну, в ряде случаев, конечно, это лечение вегетативных дисфункций, нередко у больных боли могут быть связаны со стрессами, да, поэтому неврологическая, психологическая коррекция нужна. Ну, и, конечно, используется и, соответственно, медикаментозная терапия. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Как препаратов, на сегодня Ирина Николаевна уже сказала, что мы не так часто используем лекарственные препараты. Во всяком случае, такие, как блокатор кальциевых каналов, нефидипин и нитраты, тот же нитроглицерин, мы, естественно, никогда не используем в детском возрасте. Теоцинобутилбромид, высокоселективный блокатор М3 и энхолина рецепторов, характеризуется быстрым наступлением эффекта, но, тем не менее, аспазмолитический потенциал есть, но используем мы все-таки его гораздо реже. Ну, что касается препарата мебеверина, то помним о том, что препарат мебеверина является селективным миоспазмолитиком. Он оказывает прямое действие на гладкую мускулатуру, но это препарат скорой помощи, да, поэтому мы его никогда для курсового лечения не используем. С этих позиций тримебутин может быть использован для курсового лечения, в том числе и двухнедельный курс. Он обладает комбинированным действием за счет влияния на биоидный рецептор, эспазмолитик. Гемикрамон – препарат-синтетический аналог умбилолиферона, который содержится в плодах аниса и фенхеля. Ну и на сегодняшний день к препаратам комбинированного действия относятся альверина в сочетании с семитиконом, то есть пазмолитик и пеногаситель, ну и, конечно, экстракт листьев артишока полевого, который содержит растительные компоненты, которые обладают противовоспалительными действиями и влияют на литогенность желчи. Поэтому препарат на сегодняшний день, другие растительные происхождения, рыльца кукурузы, препараты шиповника, ну, используются намного реже. Поэтому, конечно, препарат хофитол, который мы очень любим, на протяжении проводились два диссертационных исследования на кафедре проводилось, и недаром Майер Фрейлих называл это растением для пищи королей и богатых людей. Ну и даже, видите, такие поэтические строки о том, что цветочная верхушка этого растения, а это рассматривать можно как цветы, да, приводит в движение пищеварительные соки. То есть об этом знали еще люди, видите, Хейронимус Бог писал о том, что артишок служит для излечения засуренной печени, почек, а также водянки. Кстати, препарат хофитол во времена Советского Союза был в специальной аптечном рецептурном справочнике для четвертого управления, и в том числе применялся для больных с заболеванием почек, потому что он действительно улучшает почечный кровоток. Ну и были, видите, такие данные старых врачей о том, что артишок уничтожает зловоние из подмышек, придает поту приятный запах, он имеет свойство гнать зловонную мочу, то есть улучшает почечный кровоток. Ну вот даже в России артишок начали применять 17 века. Ну вот посмотрите, в 1931 году Бегия и Де Торы применяли экстракт артишока у больных асцитом при портальной гипертензии, поскольку считал, что он улучшает диурез. Рослер писал о том, что он стимулирует желчевыделение у больных с патологией гепатобилярной системы. Ну вот старое исследование Барорн о том, что увеличивает холерез, снижает уровень холестерина, потому что у него же есть системный эффект. Поэтому не только при заболеваниях желчного пузыря, но он и обладает влиянием на печень. Кроме того, у него есть влияние на уровень, снижение уровня холестерина и на общий гиполепидемический эффект. Поэтому если посмотреть на основные звенья, на что действует хофитол, то, видите, обсуждается плеотропное действие на все ключевые звенья патогенеза, в отличие от других препаратов. То есть он желчегонным действием может обладать, при сибре антимикробное действие, при воспалении желчных выводящих путей противовоспалительное, при общее влияние на печень снижается уровень холестерина и даже как бы влияние при нормализовании уровня липидов. Поэтому многие компоненты, которые входят в состав артишока, например, ценарин с кофеололихиновыми кислотами оказывают желчегонное гепатопротективное действие. Флавоноиды с селены марганец улучшают окислительно-восстановительные процессы в клетке. Секвитер-пенлактон улучшает фильтрационную способность почек. Но аинулин, аскорбиновая кислота, каротин и витамины группы В, В1 и В2 способствуют влиянию на обмен веществ. Ну вот интересная публикация, которая только что свежая. Посмотреть, Ирина Владимировна подготовила публикации из новейшего журнала, новый журнал, который входит в перечень ВАК. И даже посмотреть с импакт-фактором по Ринцу 0,940. Удивительно. Ирина Николаевна, вы знаете, этот журнал, я его полюбила за последнее время. Тут очень интересные есть статьи. Вот эта статья возвращается к тому, что хорошо ли делать зондирование или не очень хорошо делать зондирование. Чем она мне понравилась? Посмотрите, дизайн исследования состоялся всего лишь из аукетирования 325 юношей, 17 до 27 лет. 142 пациента, у которых выявлена была патология билиардного тракта. Их разделили на три группы. То есть первая группа – 75 человек, у которых был хронический, нехалькулезный холецистит, доказанный. Вторая группа – 60 человек, у которых холецистита не было, но были функциональные расстройства желчного пузыря. И контрольная группа – 31 человек, которые были практически здоровы. Что здесь было очень интересно. Обратите внимание, как распределялась боль. Та группа, у которой был хронический, нехалькулезный холецистит, боль была более яркой. И у 78% боль присутствовала, в отличие от тех, у кого были просто билиардные расстройства, без холецистита. Там было 60% болевого синдрома. Мы помним исследование Светланы Вячеславовны под вашим руководством. В принципе, такая же примерно картина. Диспептический синдром в виде тошноты, боли, вздутия живота, диареи. Периодически в первой группе, где был некалькулезный холецистит, всего в 21%. А где были функциональные нарушения, у 40% пациентов были вот такие изменения. Следующий момент. Вот это очень важно. А стеновегетативный синдром был в обеих группах, больше 60%, но в большей степени именно в той группе, где был некалькулезный холецистит. И холецистокардиальный синдром. Вот то, о чем я говорила. Почему мы тогда делали кардиограмму этому ребенку? Потому что может быть холецистокардиальный синдром. И у пациентов, у которых было воспаление в желчном пузыре, вот у них как раз и был вот этот вот холецистокардиальный синдром примерно у половины процентов пациентов. Но что здесь еще очень интересно. Посмотрели зондирование. И эти пациенты, в принципе, были еще обследованы и неврологом, и психологом. Так вот, те, у которых были очень выраженные вегетативные нарушения, психологическая зависимость, невротические приступы, у них показатели были гораздо хуже, чем у тех, у кого эти состояния были лучше. Так вот, биохимические показатели пузырной желчи у тех, у кого была дисфункция бильярдного тракта. И еще хуже показатели были с холециститом. Так было, гораздо ниже был уровень холевой кислоты в желчи. Уровень холестерина был выше, фосфолипиды были ниже значительно, билирубин был значительно выше в этой ситуации. И различные другие составляющие желчи, они были значительно изменены по сравнению с теми, у которых, собственно, не было никаких изменений. И вот что интересно, во второй группе с функциональными расстройствами бильярдного тракта оказалось, что снижение содержания холевой кислоты и фосфолипидов значительно меньше, но наблюдается при этом рост холестерина значительный именно в составе желчи. Показано снижение холата холестеринового и фосфолипидно-холестеринового коэффициентов относительно группы контроля. В этой второй группе появились статические достоверные увеличения концентрации билирубина в составе желчи в желчном пузыре, и повышение концентрации функции слизистой оболочки желчного пузыря за счет нейрогормональных изменений. Повышенный уровень билирубина наряду с гипокинезом и гипертонусом сфинкотероодией привели вот к этому холестазу нарушение обмена пигментов уже по данным биохимического исследования крови. И выводы, которые сделали авторы в этом исследовании, что функциональное заболевание желчного пузыря приводит к изменению качественного состава желчи и печени, а именно к снижению концентрации коллоидных регуляторов фосфолипидов холевой кислоты и повышению литогенных свойств сокращения халата холестеринового фосфолипидно-холестеринового показателя. И при органической патологии эти изменения становятся более выраженными. То есть в группе с холециститом они были более значимы. Но что интересно, при анализе результатов обнаружена обратная коррекционная связь средней силы между высоким указателем нейротизма. Это личностная черта человека, который проявляется в беспокойстве, тревожности, эмоциональной неустойчивости и показателями литогенной желчи. То есть все эти наши подростки с повышенной возбудимостью, эмоциональностью, которые очень реагируют на стрессовые ситуации, у них еще, ко всему прочему, и сама структура желчи изменяется. А если это все идет длительно, то, собственно, они и приводят нас вот к таким серьезным нарушениям у этих пациентов. Вот такое исследование нашла. Здесь очень интересные тоже данные были показаны по исследованию хофитола. Посмотрите, дизайн, в принципе, достаточно простой. Всего 20 пациентов. Это был такой пилотный проект. Рандомизированный плацебо-контролируемый двойной слепой перекрестное исследование. Пилотный. Всего 20 пациентов. С нарушениями метаболизма. Проводимое лечение. 10 испытуемых получали экстракт листьев артишока хофитол, и вторые получали плацебо. Ну так вот, что интересно, что через 30 минут после введения хофитола зафиксировано увеличение секреции желчи на 127%, а через 60 минут на 125 по отношению к начальному значению. То есть есть хорошее холеретическое действие, и при этом не было никаких побочных эффектов или изменений лабораторных параметров. В эксперименте не наблюдалось. Вторая часть этого исследования была открытая, сравнительная, в параллельных группах. Было 210 пациентов. Что интересно, одна группа с первой стадии желчек каменной болезни, это билярдным сладшим, и вторая группа была здоровая. Так вот, что интересно, из этих пациентов одна группа получала хофитол, 75 человек, вторая группа получала, 79 человек, урсодезоксихолевую кислоту, а третья группа сравнения, они получали другие желчегонные, спазмолитические, ферментные препараты. Продолжительность была месяца. Посмотрите, что получилось. Холиспазматическое действие на 44% сокращается время закрытого сфинктера. То есть снимается спазм не прямым, а опосредованным действием. И курсовой прием приводит действительно к сокращению времени закрытия сфинктера ОДИ при его гипертонусе. То есть улучшается и вот такой самый сложный момент вот этого спазма сфинктера ОДИ. Третья часть этого исследования была тоже очень интересная. Это дизайн был открытый и сравнительно в параллельных группах. Это на взрослых. 97 женщин с хроническим некортикулезным холитеститом вне обострения. Первая группа получала хофитол по 5 мл и инфузии. И получала вторая группа аллахол. Казалось бы, растительные препараты и там, и там. И при этом конечные результаты при контрольном исследовании у больных с хроническим холитеститом сниженной функцией желчного пузыря, получавших хофитол, отмечалось достоверное уменьшение ваообъема в 2,5 раза. То, чего не происходило у пациентов, получавших другие препараты. И у больных с обострением хронического панкреатита уменьшалась толщина стенки. И вот это очень важный момент. То есть уменьшалось воспаление, потому что практически в 2 раза уменьшалась толщина стенки желчного пузыря. Вот это уже исследование, Ирина Николаевна, под вашим руководством. Тут наша статья 2019 года, она последняя. И обратите внимание, здесь было 210 детей в возрасте с 6 до 15 лет, у которых изучалась эффективность хофитола при функциональных расстройствах билярного тракта в сочетании с запором. Динамика боли в животе была значительно лучше в группе, которая получала хофитол, дополнительно к основному лечению. Но обратите внимание, что динамика боли уменьшалась очень быстро. То есть буквально со 2-3 дня уже значительно, и к 7 дню уже разница была достаточно существенной по частоте болевого синдрома. Из-за поры менее быстро, но тем не менее к 7 дню разница тоже составила уже практически в 2 раза. Разница, эффект был выражен. Еще одно очень интересное исследование, дизайн которого состоял открытая сравнительная в параллельных группах 210 пациентов с желчекаменной болезнью. Опять-таки мы здесь говорим, что положительная динамика по ультразвуку, уменьшение стенки желчного пузыря в первой группе, которая получала только хофитол, 34%, а вторая группа, которая получала лосфодезоксихолевую кислоту, 25%. То есть тоже эффективность есть, но гораздо более значимая оказалась у такого растительного препарата. И что интересно, уменьшение количества белка в желчи, уменьшается ее литогенность и плотность, уменьшается вязкость желчи, увеличивается pH ее, колодные свойства улучшаются. Именно в группе, которая получала препарат хофитола по сравнению с другими исследованиями. Ну и вот еще одно исследование, оно вообще последнее 2019 года. Дизайн был очень простой, открытое сравнительное исследование 210 пациентов с бильярдным сладшим показали, что еще и койка день уменьшается значительно. Болевой синдром купируется гораздо быстрее, к третьему-пятому дню в группе, которая получает хофитол по сравнению с урсодезоксихолевой кислотой. Вот это было очень интересно. Еще одно исследование – это зарубежное исследование, которое показало совершенно удивительные результаты, потому что смотрели они совершенно другие показатели, не клинику. Они оценивали терапевтическое воздействие артишока на биохимические и печеночные биомаркеры у пациентов с неалкогольным статогепатитом. Так вот, это было рандомизированное двойное слепое клиническое исследование 60 последовательных пациентов, страдавших с неалкогольной статогепатитом. Они принимали 6 таблеток хофитола в сутки в течение 12 недель. И обратите внимание, одна группа 30 человек принимала хофитол, вторая не принимала ничего, но была симптоматической терапией этого заболевания. Так вот, у них у всех отмечено снижение веса, снижение артериального давления, снижение уровня 3 глицеридов, АЛТ, АСТ, уровня сахара натощак. У них была одинаковая ограничительная диета, но группа, которая получала хофитол, оказала, что в 2 раза у них эффективность выше, чем та группа, которая его не получала. Результат этого исследования представлен вот на этих слайдах, где мы четко видим основное влияние более значимое на 3 глицериды либо протеиды низкой плотности, уровень холестерина и уровень АЛТ, АСТ, АЛТ. Остальные показатели в плацебо, они остались примерно на том же уровне, хотя, как мы уже говорили, они и вес потеряли уровень, сахар у них снизился, но менее значительно, чем в группе, которая получала хофитол. Авторы считают, что этот эффект может быть обусловлен именно выраженным антиоксидантным действием. Вот эта работа, эта же работа, где четко показано, что на 54% снижается в группе, которую получал хофитол, снижается уровень трансаминаз, и на 46% снижается уровень АСТ в этой же группе по сравнению с уровнем плацебо, в котором тоже эффект был, но не настолько значимый. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день препарат хофитол выпускается в двух формах. Растор – 120 мл объем. Детям, как мы говорили, до 12 лет по 2,5, после 12 лет по 5 мл можно назначать. Ну и есть препарат таблетированный, который обычно назначается с учетом, что 1 мл равен по количеству содержимого одной таблетки. Поэтому, начиная с 3 лет, можно давать по одной таблетке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова